всем огромный привет с вами анжелика и вы на моем канале лико хобби стичь в этом видео я хочу уже предоставить вам свой отчет что же у меня на вышивалась что продвинулась что закончилась за два последних за две последние недели января уже февраль на дворе но я как обычно немного не успеваю или запрыгиваю в последний вагон уходящего поезда ну так вот случилось но я уж думаю пускай лучше я немножко опоздала но считаюсь вам чем я вообще пропущу это видео опаздывая почему потому что немножко прихворала состояние было немножко такое знаете не очень хорошие ну сейчас не об этом давайте я вам покажу наконец-то свой финиш перед вами лежит финиш моей работы которую я можно сказать немножко такая она у меня многострадальная ну на самом деле вышивала я ее в прошлом году основную часть финиш так получилось пришелся на на январь месяц на чему пришла такая вот его время но не могла я его взять в руки тогда когда я планировала финише в прошлом году пришло время именно сейчас вышивала я ее с огромным удовольствием все бы было ничего но покуда я уже не дошла наверное меня уже наверное было процентов 10 не вышито где-то около того но это была такая знаете точечная 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 не как звездное небо после того как я уже постирала эту работу потому что я уже не могла ее вышивать потому что не видела этих значков там где я должна вышивать соответствующий значок соответствующим цветом и в конце когда я уже все это постирала и было у меня такое вот точечная не за незаполненность и заполняла я потихоньку сверяясь со схемой и много было одиночек ну покуда меня хватало меня вышивать сидеть сверять то я и вышивала а бывало такое что я уже как бы накрывала я уже не могла и подбирала по на глаз на глаз и затушевывала эти цвета ну скажу вам честно я признаюсь взяла грех на душу и закрывала уже чисто по интуиции потому что иначе у меня уже не хватало ни сил ни терпения но ничего я справилась картина моя сюжет этот получился великолепный мне очень нравится и по мере того как я заполняла все свои пробелы это все вырисовывалось и я на самом-то деле получала такое эстетическое удовольствие очень красивое этот сюжет получается реплика белоснежки вышит по набору джей сандой на 14 канве и здесь был нанесенный рисунок на канву и вышивала я по нанесенному рисуночку все как я люблю покажу вам поближе что я вам буду говорить насколько она мне понравилось вы все перед собой видите сами вот вам и джей сандой и китайский наборчик и вы видите результат что получилось в целом так фокус фокус поймать этот фокус целом все очень красиво и сейчас у нас зима а уже хочется цветов и я вот когда вышивала наслаждалась вот этими прямо объемными я не знаю это подсолнухи не подсолнухи какие-то такие невероятные большие такие крупные цветы вот они мне прямо такие прям объемные кажутся и эта картина красиво тогда когда ее подальше от себя отодвигаешь и уже смотришь на всю эту красоту более все прорисовано когда это все близко рассматриваю из и присматриваясь к этим крестиком которые где-то что-то не дошивала это было конечно трэш скажем такое слово а так вот когда ее в целом смотришь сюжет смотрите сами любуйтесь и скажите мне свое мнение что вы думаете по поводу этого сюжета сюжет называется итальянский полдень вот и когда отодвинула картину я увидела уже на окне стоит вазон с цветами а когда вышивала думаю ну что за ерунда какая-то ничего не понятно но очень она мне нравится и я очень рада что она у меня уже завершена как бы это не звучало сколько я на на нее не жаловалась что это моя боль что она мне так тяжело идет но ничего взяла я ее и закончила где-то за три дня всего лишь навсего но надо было просто себя собрать в кучу и и сесть и завершить но у меня последний последний бой он трудный самый всегда вот почему-то так вот стартую я очень легко финиширую не очень ну с этой работой пожалуй все а еще и только покажу сколько ниточек у меня осталось не так осталось достаточно много это все я буду перевешивать на отдельные бобинки с х с я собираю все цвета красивущие красивущие цвета и буду потом что-нибудь другое вышивать вот все по этой картине по этому сюжету первый финиш который у меня был это вот такой вот старичок боровичок дедушка такой вышивка на пластике вот такая вот фигурка вышилась у меня это набор кристалл арт это подразделение чаривной мыти вот такие вот наборчики кристалл арт считается как бюджетная линия здесь материалы хотя вот то что вышивка на пластике я знаю и в группах писали девчонки но здесь на самом наборчике я нигде не видела но вкладывают здесь нитки модера нигде не видела нигде не видела вообще всегда хотя вот написано что мулине бавовна видите мулине бавовна и нету я думаю если бы здесь была мадейра здесь бы наверно указали но хотя девчонки утверждают что здесь мадейра нитки в целом хорошие вышивала с удовольствием нареканий у меня так как таковых нет но я когда вышивала бэкстич зелененькой ниточкой и в одно сложение то она у меня перетиралась перетиралась и рвалась так я не могла просто не могла и вот даже вот у него немножко кучерявые такие штанишки получились потому что с этой ниточкой вот она у меня одна один цвет один цвет все время почему-то перетирался я не знаю почему хотя другие ниточки вели себя прекрасно вот этот вот этот зеленый цвет он у меня просто он меня выбесил я по-другому просто сказать не могу это какой-то кошмар так вот как говорится в бочке с медом обязательно затесается ложка дегтя которая испортит все впечатление вот мешок здоровья вышивала я вот этот вот как можно сказать обережек не оберег ну я в это все не верю просто очередная будет фигурка в мою коллекцию она мне просто очень понравилась но сам факт что когда я ее вышивала мне пришлось заболеть я девочки и мальчики давным-давно не болела я уже забыла что такое температура но здесь я вспомнила что это такое но ничего это у всех сейчас поголовно что-то всех косит я кому не включу из блогера все жалуются все жалуются что неважно себя чувствует или омикрон этот но судя по всему что да ну неважно и конечно теперь у меня впечатление с вот этим боровичком именно то что я была приболевшая и вышивала его в таком состоянии ну короче говоря это как бы уже не существенно вышила его и слава богу а это все благодаря тому что я пообещала вам показать уже в отчете за январь что я надеюсь что он будет готов и слава богу он готов я его сделала вышивался он мне не очень быстро почему-то как бы вроде бы не сложно но не быстро не могла его погнать может потому что на пластике и вот эти вот детальки надо было сшивать не совсем у меня аккуратно это все получилось ну первый раз у меня такая вот игрушка что именно двухсторонняя и придет пришлось ее сшивать как-то так сам он одет у меня на палочку вот эта фигурка есть теперь он у меня и есть симпатичный милый такой вот сюжет получился но игрушечка вот на нем мы долго останавливаться не будем ниточек здесь тоже осталось в принципе все осталось ничего мне не было такого чего-то там не хватило все есть все осталось и хорошо вот такой вот если его так поставлю на него не видно наверно будет но его положу пускай пока полежит для антуража и что я вам еще покажу покажу я вам свои продвижения это были финиши чему я очень рада и покажу продвижение что же мне удалось повышивать где моя превьюшка вот такая вот схема девочки не подготовилась и прошу прощения вот превью от этого наборчика накануне праздника этот набор я начала вышивать в новогоднюю ночь он у меня был не запланирован спонтанный ну от этого и и и в принципе и ничего страшного я рада такой сюрприз и что же у меня продвинулась вот на данный момент что вышито уже сейчас я покажу то что было когда я вам показывала две недели назад и что прибавилось вышивается он очень легко на 16 или какой здесь каунт сейчас скажу 14 каунт 14 крупный вышивается все очень легко ниточки тоже модера все ткани аида цвайгард комплектация великолепная все идет как по маслу схема прекрасная девочки я все вышиваю по бумаге саги у меня нет но для меня вот вообще замечательная я прекрасно все вижу нигде и ничего не приходится черкать ну наверное вот так вот выглядит сага я так думаю вот но я понимаю что выделяется там один одним цветом но я так вот могу одним этот один цвет который мне надо их глаз у меня хватается и прекрасно все идет вот снежок здесь вышивается сразу я во всяком случае снег вышиваю сразу по ходу я его не оставляю на потом и в тех местах где нужно пришить бисеринки я их тут же и пришиваем вот такая вот получается у меня уже хижина еще немножко осталось и уже она будет готова совершенно я ее не напряжно скажем так вышиваю что могу сказать беру когда вот мне хочется такого процесса легкого я ее так беру эту работу и потихоньку не спеша у меня даже нету в планах ее закончить там этой зимой может быть даже я повышиваю ее отложу до до осени а может быть до следующего декабря ну видно будет как она пойдет у меня но цели у меня закончить ее сейчас нет так что по этому процессу я могу только петь одни дифирамбу нравятся мне и все цвета которые здесь подобраны и сам снежок создает такую атмосферу праздничную нарядную сказочную нравится этот сюжет и вот такая вот замечательная работа у меня будет рано или поздно вот когда она выщется тогда и выщется работа исключительно в удовольствие с ней я не никаких не устраиваю марафонов вот исключительно будет в удовольствие и когда придет ее время тогда я с ней и финиширую а сейчас покажу вам еще что я вышивала в январе вот такой сюжет праздничную деревеньку или рождественская праздничная наверное да вот ее бы я хотела бы завершить вот честно вам скажу мне как бы напрягаться с ней тоже не очень хочется вот результат что у меня есть на сегодняшний день брала я ее несколько раз наверно раза три наверное где-то так девчонки пытаюсь все записывать но не всегда у меня это получается раз запишу два забуду ну где-то вот интуитивно вот я брала три дня ее в работу где моя ручка вышивала я вот это вот небо заполняю потихоньку и вышивала вот здесь лес вот этот лес вот это то что у меня получилось прибавить вот работа тоже мне очень нравится процесс одно удовольствие dimensions есть dimensions хоть девчонки и жалуются на сложение не так там где бывает и в пять сложений и приходится это полукрестом все вышивать со скрипом я вам небо поближе покажу меня это не напрягает мне нормально заходит полукрест я прекрасно с ним справляюсь и много сложений не так когда бывает ничего страшного в я в этом не вижу и абсолютно меня это не смущает уже конечно мне очень нравится и хочу когда вот я закончу 50 процентов в ищу и тогда я уже эту частью обащил бэкстичем покуда я еще ничего не обшиваю бэкстичем вышиваю исключительно только кресты и полукресты но эта работа потихонечку помаленьку движется у меня ну и я надеюсь и хочу в это верить что старт вернее не старта финиш финиш я получу в этом году пускай может не зимой ну когда получится лишь бы я с ней справилась потому что у меня там на очереди есть еще такие классные сюжеты но я за них хочу взяться только после окончания вот этого ну очень нравится 25 раз повторю вот такой вот сюжет у меня будет а дальше это еще не все с теме работала покажу еще а покажу свой китайский набор куда же без этого я люблю вышивать по на ней по нанесенному рисунку по нанесенному рисунку опять тебя исправляю и руки у меня сами тянутся к этой работе скучаю из порой так скучаю что вышиваю захлеб девчонки пошиваю захлеб и и она конечно здоровенная огромная ковер она вся даже не помещается в кадр но я все равно медленно и уверенно ее продвигаю вот этот вот угол у меня уже зашит даже покажу с изнаночной стороны сколько выше то и наконец-то я уже выбралась вот этого самого темного пятна на этой картине на этом сюжете наконец-то я с него выбралась вот это вот место самое такое не веселое ну а дальше когда я уже буду вышивать пойду вверх вот этот домик пойду в деревья здесь уже будет вышиваться по веселее конечно вышивка у меня здесь идет исключительно в удовольствие как отдыхал очка 14 каунт крестики получаются ровные на мой взгляд я вообще нет придирок претензий вышиваю только все это дело на руках и все это дело у меня идет как по маслу все четко прорисовано вот хочется другой раз так взять расслабиться никуда не отвлекаться и вышивать вот солнце я уже начала вышивать вот здесь будет наверное такая мешанинка вот здесь это ничего страшного здесь принципе тоже все видно и вот насколько вы можете видеть как бы вот этот угол видите вот сколько выше то тоже я вышивала здесь совсем немного дня 4 наверное но взялась таким энтузиазмом прямо взахлеб так не прямо летела эта картина вот я люблю когда вот так я скучаю беру и все тогда у меня идет прекрасно быстро и великолепно и так вот незаметно для себя вышиваются вот такие вот сюжеты это джой сандой а реплика такой сюжет есть у лука с ну я ее взяла осознанно вышивать чтобы именно по нанесенному рисуночку вот такая вот красота у меня будет вот все по моему я по этой рассказала картине здесь конечно не так очень много очень не такой ручка запуталась очень много не так ну еще бы такой ковер вышивать не так здесь много и надо вот так финиш и вы увидели продвижение вам показала девчонки и покажу вам немножко девчонки своих чудесных орхидей они у меня распустились цикламен по хвостушке и цветочками у меня давно орхидеи но они как-то вот не цвели никогда но я теперь понимаю свою ошибку потому что я всегда их старалась прикрыть от солнца свет они у меня не видели и естественно кто же будет свести без света вот такая вот зацвела красавица вот видно вам я конечно сейчас любуюсь а вот тигровая как бы вам показать свою красавицу тигровая вот здесь у меня еще стоит как же называется гербера гербера должна зацвести я надеюсь цикламен во всей своей красе вообще шикарный тоже любуюсь ну и орхидеи конечно же еще будут свести вот видите у них такие наклюнулись здесь у меня даже стоит тот над случай когда они цветут орхидеи мои то вот замена искусственная стоит но она тоже так прекрасно смотрится и еще раз цвело мне вот такое вот чудо геранька зацвела очень красивая сейчас тоже любуюсь так что вот это вот мой цветочный сад на подоконнике сейчас все все снегу ну а цветы конечно радуют у меня девочки случился старт так как я уже залезла на февраль месяц то естественно как все по плану я себе планировала масло масляное я начала 1 февраля вот этого шикарного тигра которого уже вышила очень много-много вышивальщиц ну я уже и глазами его на вышивалась и налюбовалась и естественно я хочу чтобы у меня тоже был такой красавец и я к нему тоже приступила рай диких джунглей набор от новой слободы все вы прекрасно знаете этого красавца я думаю к нему никто не равнодушен если может кому-то он и не нравится то это единицы в основном конечно этот тигр покорил сердца вышивальщиц основной массы ну и я тоже не осталось равнодушно канва здесь 16 каунта аида прекрасная мягенькая шикарная ткань и ниточки аврора 120 33 цвета и что же у меня получилось на вышивать старт случился вот первые мои крестики то эту ниточку хочу убрать первые мои крестики что я могу сказать очень понравился процесс но он настолько деликатный после моих китайских наборов которые я вышиваю там канва дубовая здесь ниточки тоненькие ткань мягенькая 16 такой каунт очень удобный но работа прелесть я слышала девчонки когда вот вышивают но в слободу они полны восторга что нитки сами укладываются в эти крестики ровненькие но она так и есть какое-то волшебство когда вот берешь нитки они такие тоненькие такие прям как катушечные нитки для шитья но вышивать ими конечно безусловно одно удовольствие поэтому очень шикарный набор вышивать я буду с огромным удовольствием этот старт я планировала вам показать в середине февраля но так как я уже немножко залезла на февраль и старт у меня случился то почему бы не показать вот мои первые крестики ну и буду его теперь продвигать наверное он теперь у меня будет в основных работах буду его стараться брать вышивать и потом буду показывать свои продвижения вот такие вот ниточки уже много раз вы видели но покажу я очень длинная нарезка очень длинная удобная красивые цвета цвета очень красивые ну чего бы и и стоило ожидать потому что сам тигр великолепный просто прекрасный у новой слободы вышла целая серия таких всяких животных там и пума и барсы и лев и кого там только нет ну конечно вот этот тигр он самый яркий самый красивый самый чудесный но не знаю конечно мне кажется он затмил всех остальных ну так как и бывает всегда вот первое она всегда оставляет больше впечатления то ли это сериал какой-то мы всегда смотрим допустим первая серия всегда будет лучше второй да я не хочу сказать что другие там как-то неудачные нет они тоже классные и если бы мы не видели этого тигра вот я лично свои эмоции впечатления говорю если пятого тигра не видела то конечно бы мне понравился там и и лев прекрасный и там с кисточками барс или кто это рысь не знаю в общем красивая тоже но конечно когда я уже влюбилась в этого тигра то остальные животные как-то мне не попадают я наверное серию продолжать не буду мне будет достаточно одного этого красавчика вот ну по моему все я сказала про ниточки про канву крестики свои первое показала вот такой был у меня результат девчонки за две недели января чтобы как бы себя плохо не чувствовала было всякое ну не дня без крестика не дня без крестика все время что-то вышивалась потихоньку не спеша и я думаю результат есть ну сколько есть столько есть все это в моем ну и желаю вам конечно крепкого здоровья творческого вдохновения и если вам понравилось подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки и всем до новых встреч